Добрый день! Цехцентр ОМЗАК, как всегда, рассказываем, показываем, чем мы занимаемся. Поехали! Hyundai Tucson. Здесь мы выполняли техническое обслуживание, обслужили полный привод. В принципе, все, других проблем с ним обнаружено не было. А мотор какой? Бензиновый и дизель? Дизель, здесь дизель, да. 1,6 дизель, да? Все верно. Далее Hyundai Sonata. Здесь мы промыли систему впрыска, выполнили техническое обслуживание, поменяли масло, фильтра, свечи. Автомобиль готов, будем отдавать владельцу. За ним стоит у нас Kia Sorento BL, легендарный D4 CB, 2,5 дизель. Мотор свое отжил, да? Порядка 500 тысяч пробега на этом моторе было. Будем устанавливать сюда бэушный двигатель. Восстанавливать родной, автовладелец принял решение, что не стоит. АХ-35, здесь мы сняли мотор. Мотор ЭНА, 2 литра бензин, блок уже загильзован. А послезавтра стоит в плане на сборку. Будем собирать. Все здесь как всегда. Да, все стандартно. Так, далее. На парковочке напротив стоят автомобили, ожидающие ремонта. Часть из них готовы. И также автомобили, которые на согласовании. Происходит процесс согласования. Еще один Hyundai Tucson. Бензиновый двигатель у нас. А, капот закрыт. Создается ложное ощущение, что он открыт. Но это из-за того, что такая вмятина. Здесь вообще история автовладелец говорит. Упала на меня однажды спутниковая антенна. Вот такие повреждения она принесла. И после этого затроил двигатель и плохо заработал. Конечно, вряд ли, что это на самом деле было так. Потому что... Это интересно. Да, потому что по двигателю вопрос оказался в том, что сорвало шпонку выпускного фазовращателя. Ну, из-за этого, соответственно, и троил мотор, и были посторонние звуки. Заменили комплект ГРМ. Заменили два фазовращателя. Проблему решили. Все, будем отдавать. Осталось вот этот вопросик решить ему, и все будет отлично. Так. Киа Карнивал. Двигатель 2.2. Д4 HB. Ранее мы рассказывали. Это тот самый мотор, где вырвало датчик температуры масла в корпусе масляного фильтра. В связи с чем масло все с двигателя выгнало, и мотор застучал. Уже его отремонтировали. Автомобиль готов от дачи. Мы производим дополнительные проверки. Еще раз его прогреваем. Как вы можете услышать, работает он отлично. Задачи справились. Надеюсь, теперь он поездит долго. Корпус масляного фильтра, естественно, мы заменили на тот, в котором не устанавливается датчик температуры. Чтобы эта проблема не повторилась снова. В цеху традиционно на этом подъемнике у нас находится Киа Бонго либо Портер. Сегодня это Киа Бонго. И снова распространенные проблемы с тормозными механизмами. Постоянно клинит ручник, либо не работает. Здесь мы уже заменили колодки, обслужили механизмы. Все почистили, разработали, смазали. Будем собирать. Также здесь будем ремонтировать рулевую рейку. Она потекла и стучит. В принципе, все. Здесь у нас Соренто. Она уже, кстати, готова. Человек приехал на диагностику. Двигатель плохо запускался. Как итог, заменили шину свечей накала. Сами свечи выполнили чистку ДМРВ. Также почистили регулятор давления топлива. Все, можно в зиму ехать смело. Должно быть все хорошо. Далее Grand Star X. Тоже меняем шайбы под форсунками. Вы же, наверное, знаете, что если это не делать своевременно, можно попасть на мотор, скажем так. Потому что со временем шайбы прогорают, и вся копоть, выхлопной газ попадает в масло. Масло коксуется, становится густым, забивает масляный заборник. Как итог, потеря давления, выход в строя двигателя. Kia Carnival двигатель тот же, 2.2, D4HB. Застучал мотор. Все. Снимаем, разбираем. Ранее эти моторы, когда устанавливались на Соренто, они реже приезжали. Они вообще были надежные, долговечные. Приезжали на обслуживание. А сейчас все более часто они встречаются на капитальном ремонте, а не на обслуживании. И так уж у нас получается. Они чуть ли не на потоке идут. Один готов, только выгнали. Второй загнали снимать. Пока будем капиталить этот мотор, наверняка появится другой автомобиль. Grand Star X. Он прибыл с проблемой, что отопитель салона дует холодным воздухом. Выполнили диагностику. Выявили то, что, во-первых, антифриза не было в системе охлаждения. Далили порядка 3 литров. В самом бачке наросты прям были. Старый антифриз перегретый уже. Закипел, весь бачок был засорен. Довели до уровня. Сделали опрессовку в системе охлаждения. Как итог, газы в системе охлаждения. То есть здесь уже мотор перегрет. Головку повело, либо пробило прокладку. Будем снимать ГБЦ. Дальше посмотрим. Hyundai Santa Fe. Здесь мы выполняем обслуживание полного привода. Оно заключается в обслуживании муфты полного привода. И также шлицевое соединение. Корпус дифференциала и угловой редуктор. Здесь уже износ порядка 50%. Даже чуть больше, чем 50%. Но владелец принял решение пока ничего с этим не делать. Кататься на сколько хватит. А там уже тогда уже будет серьезный ремонт. В виде замены корпуса дифференциала. Еще один Santa Fe. Тоже дизельный мотор 2.2. Здесь мы моем впускной коллектор. Моем радиаторы. Меняем шкив коленчатого вала. Распространена в них болезнь. Со временем он начинает отслаиваться. Нужно за этим следить. Да, здесь в принципе все неплохо. Единственное, единственное. Во время движения что-то тут загорелось. Вот, разбираемся. В принципе, проблему мы нашли. Здесь была установлена сигнализация с автозапуском. И там коротнул блок. В общем, нам привезли этот автомобиль. Уже частично разобранно. Частично мы что-то разобрали. Сейчас вот так это все выглядит. Kia Sorento. Пробег 180 тысяч километров. Появился стук в моторе. Это всем известный двигатель 2.4. Бензин G4KE. А стучит, опять же, как большинству известно, шатун. Лечится это только путем выполнения капитального ремонта двигателя. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал. Также в описании ссылка на наш телеграм-канал, в котором вы можете увидеть больше интересной технической информации. Все. До свидания. Всего хорошего. Всем доброго дня. Ну, что хочу сказать. Автомобиль достойный. Ну, он не первый у меня. Уже третий автомобиль фирмы Hyundai. И, кстати, дизельные. Все дизельные. 2.2 дизель. Работает исправно. Благодаря обслуживанию. В компании Уэмзап. У Анатолия, в частности. Ну, что могу сказать про Анатолия. Ну, хороший мастер. Как человек нормальный. Все рассказывает доходчиво и отвечает на вопросы без всяких подводных камней. Что есть, то есть. Что есть, так и говорит. Конечно, рекомендую. Рекомендую обслуживаться в компании Уэмзап. Достойная компания. Коллектив правильный, нормальный. У меня есть чем сравнить, поверьте. Я во многих организациях бывал. Ну, и в двух словах. Все устраивает. Цена и качество, одним словом. Рекомендую обслуживаться в компании Уэмзап.